У нас была такая формула включения и исключений. Была это. Формула включения и исключений просто-напросто для двух множеств. Это вот количество элементов в объединении двух конечных множеств получается как сумма, из которой вычли количество элементов пересечения. Вспоминаете? Картинка очень просто устроена. Вот здесь множество А, вот здесь множество Б. Смотрите, что вы делаете. Вы подсчитываете, сколько точек в множестве А, подсчитываете, сколько точек в множестве Б и говорите, что вот это посчитали два раза. Значит, надо вычислить. Так? Да или нет? Да. Отлично. Это называется формула включения и исключений для двух множеств. А для трех множеств как это выглядит. Что? Абсолютно верно. Нужно посчитать, сколько точек в множестве А, в В, в С. Потом надо вычесть попарные пересечения, каждый раз можно посчитать, что это отточено, вспоминаете? И потом надо будет, что сделать? Добавить пересечения всех. Это рисуют обычно вот так вот. Вот есть какое-то множество А, какое-то множество В, какое-то множество С. И объясняют очень просто, что это. Ну, берем, как мы посчитали, сколько А, сколько Б, видно, что это место мы посчитали два раза. Значит, надо вычистить. И все будет замечательно. А вот в центре, сначала мы считаем по одному разу, потом по одному разу выкидываем, и потом все-таки надо ремонтировать один раз. Так, вспомнили? Вспомнили. Отлично. И еще у нас была такая функция Мёббиуса. Она от единицы равна единице. От произведения нескольких разных простых чисел. Это минус один в степени их количества. То есть, если все эти пэшки разные простые числа, то тогда важна черность этих чисел. И, если у вас есть любой квадрат, то тогда функция Мёббиуса обязательно уже 0. И была у нас формула обращения Мёббиуса. У нас там была такая операция. Пусть есть функция F, которая задана следующим образом. Это есть сумма всех значений функции G какой-то, взятой по делителям числа N. Формула обращения Мёббиуса была? Хорошо. Смысл R. Понимаете или нет? Что здесь написано? Что здесь написано вообще? Что такое сумма по делителям? Ну, для каждого мы берём все делители и применяем к ним вот эту вот функцию G и смотрим все результаты. Да. Ну, давайте напишем для нескольких начальных значений, что надо будет. Что такое F от единицы? Это G от единицы. Отлично. Так, делитель. G от двух плюс G от единицы. Так, отлично. F от трёх. Это G от трёх. Сейчас все понимают? Это G от единицы. Да, отлично. F от трёх. G от четырёх. Да. G от единицы. Да. Отлично. F от пикси. G от пикси. Да. G от единицы. Уже нужно напишите. Плюс, плюс у того. Да, G от единицы. Отлично. Ну давайте еще от 6, от 7 и от 8 напишите, и на этом успокойтесь. Да, да, да. Плюс нормально напишите. Спасибо. Спасибо. И G7 плюс G1, да. И последнее. Восьмой. Отлично. Да, и наконец. Так, все поняли? Не-не-не. Ну куда? Ну, потому что эта работа только начинается. Значит, надо из этих равенств выразить функцию G через функцию F. Поехали. Да. Эва 2 минус Эва 3 нау. Да. Эва 2 минус Эва 3 нау. Эва 2 минус Эва 3 нау. Понимаем? Вы все все понимаете, да? Эва 3. Да, зовите. Для простых чисел все легко. Эва 3. Одного. Теперь для четверти будет интереснее. G от 4 равняем F от 4. Посмотрите на доску. Внимательно. Подойдите. Там, где F от 4. Посмотрите внимательно. F от 4 это G от 2, от 4 и от 1. Что надо вычесть из F от 4, чтобы получить G от 4? Минус F от 2 плюс 1. Ну, ну, ну. Обнимательно. Я сказала, подойдите к доске. Посмотрите. F от 4. Проведите пальцы по этому месту. Жжжжж. Отлично. Где у вас на доске уже есть G от 2 плюс G от 1? Хоть 2. Нет, все легче. Смотрите. F от 2. Это G от 2 плюс G от 1. Все. А вот вычесть F от 2. Конечно. Вам нужно только вычесть F от 2. Все поняли? Отлично. Дальше. Ж от 5. Да. F от 5 минус F от 2. Отлично. Ж от 6. Да. F от 6. Ф от 3 минус F от 3. Да, все правильно. Минус F от 3. Пишите. F от 3. Сейчас. Минус F от 3 минус F от 2 плюс F от 2. Молодец. Именно. А вы чувствуете, что это похоже на формула включения-исключения? Пока не понятно как, но похоже. Особенно если семерку не писать. Отлично. И последняя строчка. Ж от 8 это... Это... Минус F от 4. Минус F от 4. Отлично. И минус F от 4. Великолепно. Теперь наступают вещи намного более интересные, чем то, что мы. Давайте возьмем какое-нибудь число. Число 100 и число 120. Можете ли вы вычислить Ж от 120 через F? Ну хорошо, не надо 120. Дело в том, что 120 у него есть делитель. Смотрите, 2, 3, 5, да? Давайте возьмем что-нибудь простенькое. От 100. Ж от 100. У него только 2,5. Это должно быть легче. Что мы сейчас должны сделать? Ну, во-первых, надо, конечно, перевернуть. Во-вторых, сейчас проблема. Мне это понадобится, там, ближе к концу занятия. Считается, что все это запомнили, потому что... Ну, если я сейчас, понятно, мне доска нужна. Можно я потом это не буду нарисовать? Просто будет считаться, что все это запомнили. 50. 20. 20. Великолепно. А теперь смотрите, как мы будем писать формулу. Давайте формулу писать в самом низу. Формула звучит так. Ж от 100 равно, во-первых, F от 100. Да, F от 100. Но когда F от 100, вы должны действительно стоять ключи. Совсем нет. Потому что все эти числа являются делителями числа 100. Так? Теперь дальше пошла зачистка. Вам нужно... Да, вот это все угодно. Для этого надо вычесть что? F от 50. Конечно. Надо вычесть F от 50. Отлично. Все делители числа 50. Все вы уделили? Отлично. Представляете себе, с числом 50 все хорошо, с числом 25 все хорошо. А с числом 20? Я думаю, что... Да. Надо вычесть F от 20. 20. Так. Ставим здесь минусы. Минус, 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 минус. Отлично. Смотрим теперь, где беда изошла. Надо бернуть F от 10. Ставим здесь минусы. Ставим здесь минусы. А первое вопрос, что надо еще возвращать или не надо? Все. Все. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Формула получилась довольно-таки короткая. Согласны? Вот. Теперь надо суметь то же самое делать с числом 120. Почему мне вас жалко? Понимаете или нет? Потому что там очень много делителей. Потому что там делители... Ну, как вы сказали? Вообще, сколько делителей у числа 120? 120 – это 5 умножить на 3 умножить на 8. Так? 5. Берем или не берем? 3. Берем или не берем? А 8 даст наш 4 варианта. Делитель числа 8 – это 1, 2, 4, 8. Дважды, дважды 4 – это сколько? 16. Значит, здесь было сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это было 9 делителей. 16 делителей – это намного хуже. Так, господа, правда, что это у всех записано? Я могу стирать, правда. Вот. Это оно хуже. Но, тем не менее, человечество – это уничтожено. На всяком уровне будет намного сложнее. Поэтому главное – не сбиться. Так, чтобы хоть немножко ввести в это дело какой-то порядок, давайте я вот так вот сделаю. И поехали работать. Значит, что у нас здесь? Ж от 120, это Эф от 120, а дальше – вот. Пока вы это не научитесь делать сами и не поймете, вся моя работа бессмыслена. Минус Эф от 12, а дальше – это уничтожение. Минус Эф от 12, а дальше – это уничтожение. Минус Эф от 12, а дальше – это уничтожение. Минус Эф от 12, а дальше – это уничтожение. Плюс этот уничтожение. Всё, спасибо огромное. А вот теперь вы должны понять, что же эта подсказка причем очень большая подсказка была у вас уже дана было вот что написано вспомнили? функция биопиуса 1 равна 1 а когда есть произведение нескольких разных простых чисел, то это минус 1 в степени их количества а если делится на квадрат, то это 0 отлично и помните, мы не дописали формулу отлично, надо сейчас ее написать что здесь? вот почему 120 идет с плюсом а 60 с минусом а 40 с минусом а 24 с минусом а 20, 12 и 8 с плюсом а 4 с минусом а остальные вообще не входят почему? по количеству простых чисел переверните еще раз доску и еще раз посмотрите на функцию биопиуса сюда должны написать f от чего-то вы хоть понимаете, что там все время шло по делителям? f от какого-то там делителя f от какого-то там делителя минус единицы 24 делитель числа 120 еще мы хотим написать форму пока вы еще не доказали но мы хотим написать f от к умножить на что да 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 нет не от 120 функция от 120 это вообще 0 давай и значит здесь будет функция мю от м делить на к это верно и это та самая формула поскольку она тоже считает что это уже то же самое что у нас там было поскольку она принципиально важна давайте еще раз значит итак gm вы хотите доказать что это есть сумма почему f от к умножить на функцию мебиумса от забавной вещи от частного надо m разделить на k сумма берется по всем делителям k числа m так это понятно теперь мы смотрим на эту формулу и проверяет так или нет почему функция мебиумса от чего от 2 от 2 129 60 это 2 2 простое число функция мебиумса от 2 это минус 1 так а дальше проверяйте дальше от 40 это функция f от 40 это функция мебиумса от t и простое число поэтому это минус да дальше да дальше 20 функция мебиумса от 6 а там у нас 3 на 2 да 2 простых числа значит плюс значит плюс дальше быстрее для 12 это 10 это 2 на 5 2 простых числа значит плюс все понимают все понимают да 3х5 это 2 разных простых числа 30 да да молодец все правильно 30 а там 3 2 5 3 простых числа значит минус все поняли 30 это 2х3 5 2 на 3 это 6 6 на 5 30 3 простых числа а там была формула минус 1 в степени количества простых делителей если все делители разные все понятно все понятно самое интересное как ее показать у нас с вами для этого была некоторая главная лемма вспоминаете какая была главная лемма прахнет зуберус это определение почему она там одна это определение но у нее было какое-то очень важное свойство которое из которого все следует мы можем взять в качестве одной из этих функций какую-то совсем-совсем простую а именно давайте в качестве функции g ну например в качестве функции g возьмем такую функцию единица если аргумент равен единице 0 если число d больше единицы в качестве функция очень простая единичка для одного числа а для всех остальных 0 скажите пожалуйста тогда по этому определению что у нас будет чему будет равна функция f это умение читать форму f от n это есть сумма значений функции g по всем делителям числа n 1 молодец потому что вообще-то делителей числа n конечно может быть много но только один из них а именно число единица даст вам реальный вклад в сумму все остальные дают нулевой вклад так да так значит какой формулы задана функция f для всех это что единица так очень важно понимаете или нет понимаете то что сейчас у нас голодит нет скорее нет отлично а почему из-за этого вопроса была сама у меня нет вопросов но у меня есть просто негодование да это классно это классно да объясняйте потому что она правда библина значит у нас мы ищем вот это вот этой формуле значит то есть какое-то число n оно может быть не было и мы перебираем все его делители может быть много делителей и один из них например у числа 120 вы помните что их было 16 штук мы их все выписываем и есть делитель 1 он не из любого числа и мы знаем что только для делителя 1 у нас же а единица будет равно единице для всех остальных делителей будет равно нулю и когда мы все это сложим у нас получается все дадут по нулю и только единица даст единицу и сумма у нас получится только единица понятие стало отлично значит мы договорились что функция f для всех чисел равна чему единице потому что у всех чисел есть какие-то там делители но только один из этих делителей а именно само число 1 дает не нулевой вклад а именно отлично значит эти две строчки мы вспомним очень хорошо а теперь смотрим на формулу которую мы хотим получить то есть смотрите пожалуйста что мы сейчас сделаем мы сделали для чисел до 8 сми проверили эту формулу помните потом мы ее проверили для числа 100 и для числа 120 в принципе если взять еще там безработных школьников побольше то можно там не знаю для первой сотни проверить просто выписать у каждого числа все делители замечаете несколько занятий на это потратить но в принципе это реально сделать так но для бесконечного множества так не получится поэтому хотелось бы какое-то научное доказательство которое сразу для всех чисел так общее но вопрос доказывать будем что доказывать будем вот эту придуманную формулу видите она на правой доске в узл так 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 вот для того чтобы ее доказывать давайте посмотрим что она даст в частном случае вот в этом простом понятном случае когда мы взяли такую функцию g которая единица для единицы а для всех остальных чисел 0 и такую вот функцию f которая единица везде так во что она превратится правая формула правая формула сумма 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 единиц да 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 смотрите f это просто единица ее можно не писать но там есть все-таки не единица а значение функции для ну давайте напишем значит я делаю вот смотрите gm для той самой функции gm да это есть сумма Ню от М разделить на А, где К пробегает все значения. Понятно? К пробегает все делители числа М. Давайте посмотрим, что эта формула означает для числа М, равного единице. Вообще-то ничего плохого. Сколько есть делителей у единицы? Сама единица. Чему равна функция М от одной белки? Единица. И превращается в формулу от единицы равна единице. Так? Да. А вот интересный вопрос. Во что она превращается, когда М больше единицы? Ну, что-то более ужасное, правда? Но слева будет что? Ноль. Ноль. Слева будет ноль. А справа будет? Тоже быть ноль. Ну. Какие-то единицы, минус единицы и нули. То есть, вот смотрите. Нули – это когда число делится на квадрат. Единицы – это в самом начале. И здесь могут быть, ну, когда это четное число. Единицы, минус единицы и нули. Да? И вот надо, чтобы это было ноль. Вопрос теперь. Скажите, пожалуйста. Мю от М делить на К. Можно как-то понятнее написать? Вообще, когда вы проходите по всем делителям, и каждый раз число М делится на этот самый делитель К. Скажите, пожалуйста, что это такое, по сути? Просто тратить по всем делителям. Конечно. Только в обратном направлении. То есть, когда вы идете, 120, 60, 40, помните, да? 30. То М делить на К – это будет 1, 2, 3, 4. Понимаете? М делить на К – это тоже делитель. Ведь что значит делитель? Это значит К умножить на М разделить на К – это М. Так? Есть пара числа. И М делить на К. Они возлюблены парой. Отлично. Так значит, можно записать это немножко понятнее. Вот эта вот формула страшная. Когда М больше единицы, превращается в такую замечательную форму. Мю от Л – это... Ноль сумма, взятая по всем делителям, где М больше единицы. Совершенно понятная форма. Берешь любое натуральное число М, ну, больше единицы. Потому что для единицы такая сумма будет состоять из одного сфага, равного единице. Берешь любое М больше одного, проходишь по всем делителям, и сумма будет ноль. Вот надо понять, почему это так. Ну, потому что у нас могут... Ну, у нас делитель может, скажем, доходить и не уходить. Да. Значит, для... Ну, это же делитель, а простой множественный. Да. Значит, для сочетания с этим будет одно сочетание без этого. У них будет разная чертность. Ну, значит, будет один и пару миллионов с этим. Значит, будет сумма. У нас вот есть какой-нибудь делитель для каждого числа, где он есть, и есть число, где его нет. Только не делитель, а простой делитель. Ну, вот у нашего числа М есть какой-нибудь простой делитель. Так? Так, кстати, а почему у нас квадрат этого простого делителя? Потому что у нас все равно 50 миллионов, это не наш. Поняли? Никакие квадраты нас вообще не интересуют. Функция Мебиуса, как только в числе есть какое-то простое в квадрате, она сразу 0. Поэтому, любое простое число нас интересует. Либо оно вообще не входит, либо входит в первой степени. Так? Да. Да, и что? Ну, там будет разная чертность простых чисел, ну и количество. Поэтому для единички есть пару минус единичка, и, значит, сумма 0. Мы выписываем все делители, которые на это самое P не делятся. И выписываем их же, домноженное на P. Понятная идея? Ну, смотрите, представьте, здесь число 120. Первое, что вы делаете, это из его делителей вычеркиваете все, которые делятся на 4. Они вам просто не интересны, потому что на них функция Мебиуса все равно 0. Остаются делители. Часть из них четная, часть нечетная. Это понятно? А вы понимаете, что там четным будет ровно, сколько же, сколько нечетных? Потому что когда вы берете нечетный делитель и умножаете его на 2, то вы в точности получаете четный делитель. Так? Ну, замечательно. А что происходит с нечетным числом, с функцией Мебиуса, когда умножаете это число на 2? Меняет знак. Потому что там написано, минус 1 в степени количества простых множителей. Понятно? А теперь вопрос. А число 2 чем-нибудь особое по отношению к другим простым числам в данном случае? Да нет. Берете какое-нибудь число, дать вам, 515. У него есть простой делитель 3, так? Отлично. Есть делители 1, 5, это те, которые на 3 не делятся. А есть делители 3, 15, которые на 3 делятся. Так все. Смотрите, мю от 3, это минус мю от 1. Значит, в сумме мю от 3 и мю от 1 дают 0. Мю от 15, это минус мю от 5. Ну, потому что в тройке добавилось. Добавилось 1 простой множитель. Ну, а мю от 15 плюс мю от 5, значит, дают опять 0. Все. Вы все поняли? Ребята, мы доказали. Спасибо огромное. Вы доказали великую лену. Вот это. Функция мю обладает вот таким вот свойством. Функция мю обладает с этим свойством. Скажите, пожалуйста, если я возьму функцию мю от произведения нескольких расприжь разных чисел. И вот вместо мю отставлю сюда вот это вот произведение. Представили? Скажите, пожалуйста, если аккуратно выписать всю сумму, как она будет выглядеть? Вот просто для того, чтобы вы понимали, о чем мы сейчас вообще говорим. Значит, берем число м. Это п1, п2. Ну, давайте я на 4 остановлюсь. Просто, да? И вот вопрос. Если вы проходите по всем делителям, значит, сумма звучит так. Мю от L, где L это какой-то делитель. Скажите, пожалуйста, что это будет? Вот, смотрите, там будет само число п1, п2, п3, п4, так? Чему равна функция мю от него? Единица, потому что здесь 4 штуки. Замечай. А еще что там будет? Минус п2 на 3. Да. Да. И сколько же их будет штук? Число в причине скачения. Ну, не, просто называют минус 4. Пишите, пишите. Минус 4. Минус 4. Так. А по парам когда будет? А плюс? Да. Сколько пар бывает на 4 числах? 6. 6, конечно. Плюс. 6. А троек? Уже посчитали 4. А по одному когда берем? 4. А 0 множителей? Прошу, что это число 1. Это что такое? Это... 1. Мю от единицы? Это единица плюс 1. Это формула вам что-нибудь напоминает? Числа 1, 4, 6, 4, 1. Это что такое? Это строчка треугольника Паскаля. Круто, господа. Другая формулировка леммы о функции Мюргерус такая. Если берешь треугольник Паскаля и там в любой строчке ставишь, чередуясь плюсы и минусы, то путь это в сумме 0. Опять-таки, кроме самой верхней, кроме нулевой строки. В нулевой строке нам не удается чередоваться, и там будет просто число 1. Понятно? Замечательно. А почему в треугольнике Паскаля будет всегда так? Помните? Там опять-таки есть два понятных осуждения. Одно осуждение такое, что когда у вас есть треугольник Паскаля, бывает, показать, желобного строчка 1, 3, 3, 1, так? Как из него получилось следующее? 1, 1 плюс 3, 3 плюс 3, 3 плюс 1 и 1. Что происходит, когда вы здесь ставите минус? Посмотрите, внимание, 1 плюсом минус, так? Вот эта тройка с минусом, а следующая тройка с плюсом. Эта тройка с плюсом, а следующая тройка с плюсом. Увидимся? И вот эта 1 с минусом, следующая с минусом. И так будет всегда. То есть, когда у вас строчка получена по правилу треугольника Паскаля из предыдущей строки, и ставите в следующей строке, вот так вот, плюсы и минусы, то это очевидно получится 0, так? А другой способ рассуждения, там вот такой. Вот давайте подумаем, когда у нас есть число сочетаний, там, из 4 по 0, число сочетаний из 4 по 2 и число сочетаний из 4 по 4, да? Это количество способов выбрать чётное число элементов. А когда у вас есть число сочетаний из 4 по 1 и из 4 по 3, то это количество способов выбрать что? Нечётное. А дальше вы берёте какой-то элемент, объявляете его начальнику, и говорите, что все способы выбрать бывают такие, с начальником и без начальника. И количество отличается ровно на единицу. Понимаете? А значит, чётность разная. То есть, вы берёте всевозможные способы выбрать без начальника, и к каждому из них добавляете этого самого начальника. Чётность при этом изменилась. Правильно? Поэтому количество чётных равно количеству нечётных. Так, я могу считать, что вот эту лему мы доказали? Так. Могу? Ну, из голосования поднимите руки. Кто считает, что могу? Так. Ну, плохо. То есть, большинство подняли, но как-то медленно и неуверенно. Господа, учиться вам до тихого, пока не научимся. Значит, мы сейчас берём это с вами торжественно, делаем следующее. Вот я просто пишу скобки, а вы их сейчас воскрали. Вы поняли, что это написано? Ну, это то же самое. Мю от двух – это минус один. Мю от трёх – это минус один. Мю от семи – это минус один. А сейчас вы раскроете все скобки. Вот эти? Да. Как раскрывают скобки вообще? Это надо из каждой скобки взять либо первое слагаемое, либо второе. Один издать один издать один – это будет что? Один. Отлично. Один плюс один. Кстати, это один советую написать как мю от единицы. Просто ради красоты. Мю от единицы. Отлично. Дальше. Работает. То есть мю от семи. Да-да-да. Все понимают, что происходит? Мю от двух. Да, конечно. Надо из двух скобок взять мюшку. Два-три. Вот-вот-вот, да. Мю от двух на мё от трёх. Да. А вот это очень важный ответ. Мю от двух умножить на мю от трёх – это по определению то же самое, что мю от шести. Да. Поняли? Да. Потому что мю от шести – это один. Не поэтому. Потому что шесть – это два раза три. Поняли? Да. Мю от трёх. Да. 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 Мю от семи. Да. То есть мю от… Мю от двух на мю от трёх, можно написать просто мю от шести. Не надо писать только, считать, что все понимают. Трижды семь – это двадцать один. Дважды семь – четырнадцать. Дважды трижды семь – это сорок два. Правильно? Да. Все делители числа сорок два у нас оказались. Так? Да. И с другой стороны вы понимаете, что когда один минус один умножаешь на один минус один и ещё раз на один минус один, честное слово, получится ноль. Так что вот ещё один вариант этой дилеммы – это, значит, надо осознать, что вот он, что это ноль. Причём, заметите, такой крепкий ноль, да? Это ноль умножить на ноль и ещё раз умножить на ноль. То есть, он такой надёжный ноль. И вот, хорошо.